Брехоногие не так популярны, как они того заслуживают. На момент покупки информацию об этой улитке было крайне сложно найти не только в Рунете, но и в Интернете вообще. Так что пришлось учиться на ходу, подбирая нужные условия наугад. Всем привет, сегодня расскажу о такой улитке как Тайя натикоидес. В каком-то из видео я рассказывал предыстории появления у меня этих улиток, так что повторяться я не вижу смысла. Напомню лишь о том, что приехали они ко мне 2 года назад из Германии. Что же это за улитка такая? Эту улитку описал Уильям Теобальд в 1865 году как Паудина натикоидес, а в 1918 году перенесена Нессеном Аннайдейлом в род Тайя. Относится она к семейству Вивипорид и дальняя родственница нашей лужанки и как можно догадаться также является заживородящей. Было даже так, что когда я убирал погибшую улитку ее тело выскользнуло из панцира и в нем была маленькая не до конца развившаяся улиточка. Но мы немного отвлеклись. В природе эта улитка живет в Мьянме, встречается она как в реках, так и в стоячей воде. Как я упоминал Тайи являются не только живородящими, но кроме того и раздельнополыми. У самцов правый усик более утолщен и служит половым органом. У самок же оба усика одинаковы. Так что если хотите их завести, то возьмите 5-6 штук, чтобы исключить возможность получения только наполовых особей. И чтобы закончить тему размножения скажу, что становятся половозрелыми они после трех месяцев и примерно раз в 3 недели приносят потомство, одну крохотную улитку размером в 3-4 миллиметра. Ну а размеры взрослых улиток не превышают 3-х сантиметров. Кроме этого вида улиток в Роде Тайи есть еще 8 видов, но найти информацию о том содержатся ли они в аквариумах я не смог, раз что нашел одну статью на русском языке про Тайю Шаненсис, но информация о том, что она живет в Африке и для инкубации крии необходима соленая вода не выдерживает никакой критики. Возможно автор перепутывал ее с нейритинами. Питаются натикоидеса детригдом. У аквариумистов эти замечательные улитки появились в 2007 году и называются немцами пианошнекки, что можно перевести как улитка пианино или рояль. Иногда можно найти утверждение, что окраска панциря напоминает клавиши выше упомянутого инструмента. Даже не стоит отрицать тот факт, что в итальянском языке слово пиано означает не только музыкальный инструмент, но и как прилагательное значит к примеру тихий и медленный, что вполне подходит этим замечательным улиткам. Но повторюсь, что точного указания на то почему улитка имеет такое название я не нашел и все это мои догадки. Также я не зря говорю именно о немецком названии, ведь из-за крайне низкого распространения этих животных по просторам России русского названия у нее просто нет. Кроме того, можно найти упоминание о том, что кроме полосатой окраски у них бывают и более темные, почти нацветные особи. Среди десятка заказанных мной такими были только две улитки. По хорошему надо было их посадить отдельно и наблюдать, но тогда я об этом не подумал. Среди потомства всех улиток и таких необычных в частности не было больше улиток подобной окраски, все полосатые. Но в конце концов, как она называется, дело десятое. Главное только точно знать название, куда больше интересны условия их содержания. И тут за то время, как они у меня живут, в интернете появилась немного больше информации. Для начала данные о температуре. Пишут, что оптимальна температура для Тай от 23 до 28 градусов. Но вот сайты, которым я более доверяю, утверждают, что лучше ниже 27 температуры не опускать. Мои улитки и живут при такой температуре. Показатели жесткости от 6 до 22 общей и от 3 до 15 карбонатной. pH по разным данным от 7 до 7,5 или выше 7,5. В общем, это отличная, милая и спокойная улитка. Пишут, что они не доставляют никакого вреда растениям. У меня растения сами видите какие и им либо трудно нанести вред, либо растения быстрее восстанавливаются. Так что никак не могу это прокомментировать. Но скажу только, что за все время содержания различных улиток у меня только мореи завредили растениям. В питании Тай неприхотливо, параметрам воды особых требований не предъявляют, размножаются в аквариуме без проблем, но к сожалению крайне медленно. Но самые внимательные зрители сейчас спросят, если улитка такая простая содержание, то почему они у меня настолько плохо выглядят. И тут я вынужден признать, это единственная загадка этих улиток, которые я не смог разгадать. У меня довольно мягкая вода, хотя и очень жесткая для моих потребностей. И я много экспериментировал с различными грунтами и прочими уловками для повышения жесткости. Сами можете видеть весьма своеобразный цвет грунта, который очень многих бы довел до инфаркта. Но результат один, что с обычной водой, что с водоподготовкой, некоторое время улитки растут отлично, а затем у них начинает растворяться панцирь. Это происходит резко и практически одномоментно. Буквально за два дня портится все, что пару месяцев до этого отлично росло. Особо пострадавшие особи со временем умирают от этого. Можно найти утверждение, что для того, чтобы избежать этого плащ должен быть от 7,5 до 8. Но он у меня сейчас как раз такой и пока особых изменений я не вижу. Зато у моей знакомой эти улитки при тех же условиях и воде отлично живут. Вот такой парадокс, из всех советов, которые я нашел по этому поводу я не пробовал только один, дать улиткам песок, потому что они любят в нем копаться. Не знаю верно или нет, но не совсем в это верю. В любом случае, вскоре я опробую этот метод и возможно изменю свое мнение. Вот такой вот небольшой рассказ о такой небольшой, но очень интересной улитке и если у вас появится возможность завести ее, не откажите себе в этом удовольствии. Возможно именно вы сможете решить мучающий меня и улиток загадку. Ну а пока снова вы понадеете на то, что это и многие другие замечательные улитки станут достоянием аквариумистов. Всем пока.